Каждый день По этому скверу кто-то спешит на работу Кто-то гуляет с детьми, ну а кто-то Но мало кто помнит, а даже и знает Что было раньше на этом самом месте Мы попробуем вместе с вами Взглянуть на разные периоды Истории Пушкинского сквера И прогуляемся по памятным местам Вместе с нашим коллегой Дмитрием Негреевым В сороковых годах 18-го столетия на планах Барнаула Была отмечена улица Иркутская На ней располагались деревянные жилы и дома С огородами, в которых квартировались горные офицеры Священники и чиновники Спустя много лет Сохранилось, пожалуй, лишь ее Месторасположение Нет ни деревянных домов того периода Да и улицы Иркутской, как таковой, тоже нет Это всем известная В Барнауле улица Пушкина Свое название Она носит с 1899 года Потому что в 1899 году В Барнауле, как и по всей стране Праздновался Столетний юбилей Пушкина И празднования проходили как раз вот именно здесь, в этом месте До революции на этом месте был большой магазин Пассаж Смирнова Он располагался буквой П По улице Пушкина Проспекту Ленина Тогда Московскому проспекту И улице Гоголя Это был Один из самых больших Магазинов Барнаула Как мне рассказывал Замечательный алтайский историк Профессор Валерий Скубневский Здесь продавали практически все То есть это был такой Универсальный магазин Как магазин Пассаж Смирнова просуществовал Совсем недолго Как многие здания в Барнауле Был уничтожен пожаром 1917 года К слову сказать Соседнее здание ныне Это магазин Красный Уцелел во многом благодаря товару Который продавался в то время Рассказывают, что когда начался пожар Магазин укрывали войлоком Прямо из торговых залов И поливали его водой Ну а что пассаж Смирнова После революции Уже при советской власти Его разобрали Кирпичи, которые можно было использовать Для строительства других зданий Использовали Ну а это место долгое время пустовало Но застраивать это место не стали Уже в сороковых годах прошлого века Начали обустраивать именно как сквер Здесь появился деревянный павильон кафе Где можно было попить кофе Съесть блинов А самое главное Всего за несколько копеек Можно было купить замечательное Мягкое мороженое Которое выдавливалось Из специального аппарата с ручкой Мороженое в стаканчиках 7 копеек Эскимо 11 копеек Лампир 48 копеек Покупаем, покупаем Требуйте мороженое Это вкусно и питательно Ну а еще это место памятно фонтанам Который находился в центре сквера Значит в центре стояло два мальчика Они держали такую большую рыбину Из пасти этой рыбины Лилась вода И было еще по-моему четыре рыбы Вокруг по периметру Из которых тоже лилась вода В 1980 году на месте Где стоял фонтан Была установлена ваза Которая украшает сквер и по сей день Про то, как вставили эту вазу Мне рассказывал писатель Анатолий Кирин Ее привезли с завода Она была там В какую-то, по-моему, папиросную бумагу завернута Вообще принято А такие вещи там Бутылку с шампанским разбивать Да, как и корабли Но поскольку ваза хрупкая То, мне кажется То ли водкой они ее поливали Чтобы традицию не нарушать Но в то же время Чтобы делу не навредить В общем, у нее там своя какая-то история Окончательно завершило формирование Архитектурного ансамбля сквера Еще одно знаковое событие Которое многим уже помнится Наверняка в ярких красках В 1999 году Здесь поставили Вот этот вот памятник Пушкину Это было совершенно логично Потому что Это, наверное, самое подходящее место Для того, чтобы его здесь поставить Не только потому, что улица так называется Но и потому, что здесь Проходили празднования юбилея Веленью Божью О муза будь послушной Обидой не страшась Не требуя венца Валуй клевету Приемли равнодушно И не оспаривай глупца Валуй клевету Валуй клевету Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова